Кинолог Ольга Максимова ведет в своих немецких овчарах на специальную площадку. По новому закону о защите животных рассказывает она, выгуливать их без поводка и намордника можно только на принадлежащем тебе участке. Жители микрорайонов в больших городах оказались заложниками законодательства. Собака на поводке, которая длительно выгуливается на поводке и в наморднике, в ней растет уровень агрессии. Собака – это существо больших расстояний. Она должна гулять без поводка и много, и продуктивно. И, естественно, заниматься с ней надо. Тогда она будет социально безопасным животным и будет приносить людям только радость. В создании списка опасных пород нет необходимости, считает Ольга Максимова. Во всех городах есть местные законодательные акторы, регламентирующие порядок содержания и выгула собак. В Рязани такое постановление приняли в конце 80-х. Нельзя выгуливать собак вблизи детских площадок и образовательных учреждений. В местах с большим скоплением людей собака должна находиться в наморднике и на коротком поводке. В список опасных пород предлагается включить старфашистских терьеров, питбули, немецких овчарок, доберманов, далматинов и шарпеев. Этот список необъективный, считает кинолог. Агрессивная собака или нет, зависит от воспитания. А если уж применить к проблеме научный подход, то самыми кусающимися считаются две породы – пекинез и такса. Их никто не боится в силу маленького размера. А зубы стандартной таксы по размеру равны зубам овчарки. Она вас хватит за сухожилие, и вам достаточно этого будет, чтобы остаться коллегой на всю жизнь. Нередко питбули и доберманов заводят люди, которые не готовы приложить усилия к воспитанию собак. И породистые животные оказываются на улице, рассказывает директор некоммерческой организации «Лучшие друзья» Вероника Жоворонкина. К нам попадали и стаффорды, и питбули, и доберманы. То есть, наверное, полный список этих пород был у нас. И чаще всего они были либо выброшены хозяевами, ну, редко когда их просто потеряли, потом забирали. Они были разного характера. То есть, кто-то изначально боялся, кто-то даже немножко проявлял какую-то агрессию, но, скорее всего, просто от страха, потому что попадал в незнакомое место. Но потом, через пару дней, собака становилась абсолютно адекватной. Может быть, деда она была невоспитана, но абсолютно не агрессивная. И все такие собаки у нас пристраивались. Работа Вероники пристраивать бездомных собак. Сейчас их в приюте около 80, а дома ее ждет еще один пес – Доберман Черри. Из-за славы, которую получила эта порода благодаря СМИ, Вероника вынуждена выходить на улицу с собакой, только надев на Черри намордник и поводок. Очень активная, дружелюбная, очень любит людей, очень любит детей, очень любит котят почему-то. У меня дома очень много котят я выхаживала, и она мне очень в этом помогала. И вылизывала, и ходила за ними, и следила за ними, и даже возвращала их на место в лежак, чтобы они никуда не разбегались, не расползались. И грела, и спали они вместе с ней. То есть, прям полностью ухаживала, как мама. Денис Лева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».